здравствуйте друзья мы светлана одним из своих видео там вопрос получила может быть ты расскажешь про родительский эгоизм да но сначала вопрос именно со словом эгоизм хотя она мне не очень нравится в такой интерпретации когда родители которые еще не настолько немощны чтобы не как-то не обеспечивать себя не ухаживать за собой они не разрешают своим взрослым детям выехать из страны в россии наверное сегодня но не говорится говорят уж это как измену требуется какое-то разрешение в наше время во всяком случае требовалось нет они прыгают и куда же ты поедешь как же я ты же да и никого нет воды подать на старость немножко давить на волевые точки этот вопрос становится таким натянутым отношениями и вот они говорят что вы просили чтобы вы сказали с этим можно я начну немножко издалека по запрещу тебя есть больше сказать по этой теме я вот из опыта прошлого я могу сказать по моим наблюдениям эта тематика по-разному воспринимаются людьми в разных регионах там бывшего сссм например вот если мы возьмем людей из киргизии из казахстана может быть северного кавказа то вот отношения между родителями детьми там другие то есть он не может принципиально там как-то возражать родителям если они говорят ты остаешься то значит он остается второй момент который я хочу отметить родители когда их дети хотят иммигрировать делится на два явных класса одни родители к это как же я куда ж ты меня бросишь я тебя растила я что-то кровиночку там туда-сюда и вторая волна это люди которые отъезжай ничего не бойся обо мне не думай вперед то есть есть очень много родителей которые выталкивают своих детей туда и на всяком случае поддерживают вот это иммиграционный такой порыв давай святой теперь в данном случае мы говорим именно о той категории которая не выталкивает да в принципе ты в общем так затронул такие самые ключевые моменты дело в том что здесь как бы очень тяжело говорить на эту тему потому что здесь очень тесно переплетаются два аспекта и две конфликтные ситуации с одной стороны каждая семья механизм она направлена на то чтобы вырастить подрастающее поколение родители вырастут вектор и где-то обращают и обращают к детям и хотят родители этого или не хотят но так не получается по жизни чтобы этот вектор работал в сторону родителей хотя раньше приоритетами да хотя раньше да это было вполне узаконено что престарелые родители живут в семье детей и дети на старости лет они заботятся очевидно в этом именно кроется корни вот того что они не пускают и тогда потому что они рассчитывают на эту помощь в старости но и тогда вектор детский отдых он был выше тем не менее тем не менее в наше время когда мы выезжали от родителей требовалось просто справка о том что они не возражают и в наше время вот именно в нашей семье это тоже было довольно тяжелым моментом потому что родители не могли этого вынести с их стороны это было обусловлено страхом потери там государственной пенсии повышенной и так далее тогда они боялись репрессии они боялись ну и естественно родители найдутся аргументы чего они опасаются почему их жизнь может усложить и так далее поэтому этот вопрос очень щекотливый при том что впоследствии они же всех на приеме нет обращись куда-то надо этого доберемся еще это вопрос щекотливый на этапе его решение и обсуждение в семье и мой будет совет такой что при всем том что я стою за то что молодая семья должна решать свои задачи и иметь это приоритет а при всем при этом нельзя сбрасывать родителей со счетов и нужно постараться найти компромисс то есть сказать так что да мы должны уехать да потому что так лучше будет для нашей семьи наша семья приняла такое решение но мы сделаем все возможное для вас до чтобы вы тоже не чувствовали себя обездоленными будет ли это пересылка денег потом впоследствии будет ли это возможность потом вы соединиться впоследствии привести с собой забрать да это уже жизнь покажет но во всяком случае в момент отъезда у родителей должно быть ощущение что их не бросают а все-таки что это совместное решение опять же нужно разговаривать у меня например была ситуация другая мы мои родители решили что они хотят уехать и они собрали вещи собрали уехать буквально за три дня за три дня но наскольких сестра старше уже уже уехал они ехали к ней да и они уехали и я не очень была рада этому потому что мы жили довольно таки близко нас были очень тесные отношения но вот они приняли такое решение я в какой-то момент их просто тогда не было возможности не интернета не было и телефонные звонки были тоже очень дорогие они ехали еще через италию в какой-то момент для себя похоронила и мне это было очень тяжело потому что это из жизни вырывается целый кусок это очень тяжело но прошло пару лет и мы сумели найти возможно они уже к тому моменту добрались до америки и мы сумели оформить документы и они нас здесь встретили мы как-то воссоединились это было просто какое-то новое появление родителей совершенно уже в другом качестве что же происходило с вишенными родителями они категорически не хотели нам давать разрешение и на этой почве у папы даже случился инфаркт настолько он перенервничал то есть мы делали все возможно чтобы это как-то складить мы нотариально заверили фактически его разрешение без без него потому что он хотел заболеть там другой человек мама сказала что все нормально и мы подписали но как только мы приехали в америку они были настолько против что даже мысли не возникало что они могут захотеть сюда приехать но как только мы приехали у нас была возможность подать документы на воссоединение с ними и я миша говорю даром под этим документом это не ну что-то никогда не поедут я конечно что поедут они или не поедут это их решение а мы со своей стороны должны это сделать в течение месяца мы и мы приехали мы тут же на них подали бумаги и прошло где-то наверно полгода в августе мама позвонила прошло какое-то время в январе мы подали а в звонит и говорит что они вот придумали что им тоже нужно выехать а уже документы готовы они практически через месяц-два уже начали оформление бумаг то есть у них очередь подошла к этому моменту дело в том что жизнь меняется никто не знает как она изменится поэтому каждая сторона должна стараться найти какие-то компромиссы до чтобы сгладить вот этот очень болезненный процесс для другой стороны мне так кажется я хочу только добавить что к сожалению к сожалению помимо того что вот мы называем там родительским эгоизмом то есть когда люди не то что там сегодня приспичило но вот они тем не менее цепляются хватаются мешают это понятно но бывают ситуации когда действительно люди не могут потому что родители больные потому что с собой ты их не возьмешь оставить ты их не можешь и так далее так далее то есть я видел истории когда люди которые реально даже могли бы поехать понимаешь могли бы у них была возможность поехать но они приняли решение не ехать потому что с родителями нельзя без родителей тоже нельзя вот такие тоже но и я знаю такие случаи когда 90 лет и уезжали с родственниками не строительство тети дяди которых нельзя было оставить парализованных на каталке везли такие случаи тоже давно у нас на глазах и приезжали такие люди то есть когда люди все заодно да когда они понимают что вот вот и так нельзя и так нельзя принимают решение привозили на каталке светочка была беженская программа правильно да и в частности например когда миши на родители все-таки приехали америка мишином бабе лет на 15 продлила жизни это сто процентов ему в течение месяца сделали операцию на шантирование сердечных денег по-русски правильно позвать ему поставили 4 шутка до здесь называется байпасы 4 из 5 на его 4 байпасы поставил еще 15 лет прожил после этого поэтому жизнь меняется и сегодняшнее представление о том как будет если например молодая семья уедет они могут поменяться очень быстро да поэтому поэтому ищите компромиссная тема трудная тема очень очень этическая очень тяжелая тема но всегда нужно искать компромисс нужно всегда быть мягче не годится так вот либо так либо так есть полутонание не все черные все таки и все таки конечно у родителей вот у нас как родители да значит когда вы принимаете это решение все таки у вас есть дети и ваш ваш вектор такой он в большей степени значит на нацелен на ваших детей при том что вектор который там на помощь родителям нацелен он тоже от не отсутствует он есть то есть надо как-то вот это вот равнодействующую но сегодня это все оптимизировать тоже есть какие-то службы у нас здесь например очень много всевозможных людей которых можно нанять и они будут по уходу у меня маме сейчас 93 года и дай бог здоровья я с ним круглосуточно кто-то находится и ухаживает за ней и обратите внимание стараются ухаживать потому что это их работа чем дольше она проживет тем дольше они будут получать деньги поэтому люди стараются и обеспечивают хорошую и она живет в часе езды от нас не живет с нами да так что в общем да сегодня смысле общения есть интернет и есть skype и есть телефон то есть смысле общения это можно всегда наладить а бытовые всякие вещи их можно решить другим каким-то способом то есть это хочется сказать что когда вы решали эти же самые вопросы вот там 25 лет назад то в смысле общения было на порядок сложнее и сегодня это конечно же не имеет никакого значения когда вы решаете свои вопросы но смысл сказанного в том что даже когда это было на порядок сложнее люди искали решение и находили решение и в общем жизнь продолжается я думаю что вот на этом мы закончим до свидания